Что постоянно с точки зрения развития было бы супернавыком? Навык навыков. Навык, который бы открыл дорогу любым полезным навыкам с точки зрения достижения цели. Обучение этим навыкам – это ключ к коробочке, в которой лежит развитие, счастье, деньги, семья, жизнь, здоровье, все. Давайте посмотрим, что это за навыки. Они такие мета-навыки. Первый навык – это навык читать. Навык читать мы поймем не только как читать книжки, а вообще читать и обучаться. Это навык впускать себе в голову новую информацию, которой до этого не было. Есть люди, которые говорят, ну это понятно, я сам тоже часто себя на этом ловлю, и это гадость, которую надо себе из головы изживать. Навык внутрь головы впускать полезные знания, которые до этой головы там не были, это очень полезный навык, навык открытой головы. А ты какую последнюю книжку вы по бизнесу прочитали? Ну, я могу сказать, что я перед тем, как я прочитал все отделение бизнес-литературы, перед тем, как сомирал для себя устойчивое мнение, что есть 5-6 ключевых книг. Это же должен быть постоянный навык, при том открытие головы с разных точек зрения. Первый навык – это учиться. Учиться сложно, кстати. Сложно учиться. Потому что то, что вам нужно, это не то, что вы понимаете. Мы постоянно пытаемся раздергать реальность на новое. Постоянно. Честно, искренне. Прям пытаемся, 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 пытаемся. Мы вам про эти эксперименты не рассказываем, кстати. Ибо они нелепые. Очень. На вторник вот один будет. Ну, типа, к нему в Чебоксары приезжают чуваки, которые там коробку ему ставят на голову и импульс альфа-состояния считывают. Один нейробиолог, а другой предприниматель. Обвешали меня датчиками и начали мне считывать состояние, ну, как бы, бета-состояние, альфа-состояние, гамма от 0 до 14 Гц. Дальше начали делать там это. Вот мы вполне серьезно, ну, вот такой практикуем периодически. 90% оказывается полной туфтой, но если бы мы были закрыты к этому, мы бы не впустили в себя ничего толкового. А в этом, кстати, в этот раз я так малость подохренел. Библию, Евангелие от Матфея, просто до дыр зачитываю, Коран. Я не закрываюсь от этого. Я говорю, дайте мне правильную интерпретацию, чтобы я мог, я хочу понять, я знаю, что в этом что-то есть. Всерьез хочу сделать для нас петий курс по философии. Пройти философию правильно. Второй навык – это писать. Проблема, что вы мало пишете. Писать надо. Писать много, писать чаще, ради того, чтобы формировать навык писания. Потому что хорошие тексты, хорошие заголовки, хорошие формулировки будут рождаться только оттуда. Любой жанр коммуникации, он будет на три делиться. Это информационная информация, надо донести факты. Это эмоциональная эмоция, нужно донести стихотворение, например. Это побудительный, когда нужно побудить. Продающее письмо – это всегда венец жанра. Почему это венец жанра? Потому что это письмо, имеющее определенную цель. То есть человек либо купит, либо не купит. Он так и поступит, либо не поступит. А с этой точки зрения, чтобы научиться писать продающие тексты, нужно много писать. Я стараюсь писать каждый день. Я себе выработал правила писать каждый день. Я тренируюсь, 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 тренируюсь. И со временем, по годам, мой навык потихонечку растет. То есть я начинаю немножко-немножко-немножко прогрессировать. Это мне позволяет в точках, когда мне действительно нужно, выдавать хорошие тексты. А текст, что это такое? Текст – это мысль, то, что вы говорите, зашитое в текст, который продает, даже когда вы спите. То есть текст – это гораздо круче, чем речь. Самое, что интересно, у нас вообще в обществе полностью смешана система приоритетов. То есть мы думаем, я руководитель, что это я должен писать? Или такие, я писать не очень люблю. Ну, молодец, что? Для тебя будет закрыт канал коммуникации под названием текст. Что должен делать руководитель? Он должен деньги считать. Да нахрена? Вот писать. Кто, как не вы, напишет заголовок, пять слов, от которого будет на самом деле зависеть судьба компании? Ведь вы понимаете, да, что один call to action, тупо заголовок, может реально быть эквивалентен десяткам миллионов рублей. Если вы в него сможете заложить суть, а то и сотни миллионов. Сотни тысяч рублей. Интересно, Ликван Ю, например. Я вот купил мемуары Ликван Ю в этом Сингапуре. Пипец он круто пишет. Плотность мысли у вас есть такое понятие, нет? Плотность, качество мысли. Бывает. Там не эмоции, не черта, вода туфта полная. А бывает, когда фраза как лезвие. И при этом просто и понятно. И поэтому по тексту или по речи сразу понимаешь интеллект. Ты сразу понимаешь мощь и силу. И у Ликван Ю просто, просто нереальная сила. Кто хочет открыть для себя гениальность текстов, я вам очень рекомендую почитать автобиографию Черчилля. Черчилль вообще гениальный просто совершенно человек, который в молодости воевал, потом сбежал, потом был журналистом, начал писать книги. Потом к 80 годам стал примером, всю жизнь к этому шел. Гениальная жизнь гениального человека. Абсолютно вдохновляющий. Вот он, ну как бы он писал, он писал гениально. Ту, которую он написал автобиографию, это гениально. Следующее это говорить. Говорить. Говорить сложно, реально сложно. А говорить это продавать. Продавцы самые адекватные люди. Почему они? Каждый день сравнивают результаты своей деятельности по цифрам. Это формирует адекватное смышление. То есть продавайте, любите говорить, полюбите продавать, полюбите зажигать людей своим продуктом. Это начало того, как вы будете зажигать людей цельными. Математика, блин, важна. Уметь считать, это очень важно. Потому что для многих стрессом является п на кур разделить. Миллион, что это 10 раз по 100 тысяч рублей или 5 раз по 200 тысяч рублей. Считать, это оценивать свою деятельность в разных жанрах по эффективности. 5. Это действовать. Делать это очень сложная вещь. Потому что делать это не поступать. То есть делать это не делать что угодно. Делать это совершать новые действия в связи с целью. Вот что такое делать. То есть это осознанные действия. 20 встреч, например, это действия, если вы понимаете эту цель. Если последние 30 секунд осталось, и ты сыну говоришь, так, запоминай 5 навыков. Первое читать, писать, говорить, считать и делать. Разберись с этими понятиями, вот их освой. Все, я пошел. Вот реально ощущение, что всего достаточно. Любой из этих навыков уберите, будет неполная картина. А теперь мы каждый день находимся с вами в тренировочном зале. Мы каждый день ходим на тренировку. Каждый день в бизнесе это тренировка. Какие навыки вы тренируете? Вы понимаете, что вы каждый день тренируете навыки операционки? Это хреновые навыки. Они вас никуда не сдвинут. Единственное, ради чего стоит приходить на работу и что делать, это вот это. Найдите в своей работе поводы учиться этому. Потому что обучение этим навыкам – это ключ к коробочке, в которой лежит развитие, счастье, деньги, семья, жизнь, здоровье. Все. Все описывается этим навыком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok